здравствуйте здравствуйте и процветайте дорогие человеки земли на канале раиса горяченко дача сад огород цветы новые видео когда высаживать саженцы плодовых деревьев ягодников лиан осенью или весной вот такая очень важная тема и к этой теме пришла не случайно потому что в прошлые годы где-то года четыре назад у меня очень хорошо получалось посадка плодовых деревьев и ягодников в саду в апреле месяце даже после 20 апреля и это на юге украины когда у нас уже апрель довольно таки жаркий месяц но в это время очень хорошо все получалось и у меня был стопроцентный сто процентов приживаю что же все таки делать когда высаживать деревья и это актуально не только для нашего южного региона да и для многих других регионов потому что я получаю сообщения различные с разных стран и в разных климатических зонах проблема у всех одна и та же но чтобы ответить на этот вопрос я сделала такой анализ я проанализировала записи свои март и апрель месяц в марте месяце действительно был зимний месяц для нашего региона и этот месяц вот отличался тем что начало было действительно настоящая зима с морозами с туманами и со снегами затем было небольшое потепление но эти это небольшое потепление характерно для зимних месяцев у нас это плюс 3 ночью днем плюс 11 затем снова заход циклона и очень холодные ночью до минус 8 вот 25 числа марта месяца 2018 года еще было минус 8 днем плюс 6 вот потихонечку переход тепла затем апрель месяц у нас уже морозов не было вот сейчас я найду открою этот хорошо что веду записи здесь тоже очень интересная тенденция то есть ночные температуры 5 ну 8 9 6 7 в конце месяца снова плюс 6 даже дневные температуры очень высокие но за этот короткий период дня почва не прогревалась абсолютно не прогревалась в тени у нас даже до 5 апреля в некоторых местах сохранялся снежный покров вот что происходит растение если его посадить именно весной и почва холодная я в этом году проверяла как это было на глубине штыка была почва прогрела всего-навсего от 3 до 5 градусов чуть выше было плюс 8 вот в апреле месяце когда я высаживала саженцы миндаля и малина и крыжовника вот эти саженцы к сожалению погибли а погибли потому что вот попали вот такую зону их корни а зона холодной почвы она как раз не позволила растению сформировать новые маленькие такие волосинистые корешочки которые как раз бы и позволяли давать воду и питательные вещества к самому растению ко всем частям которые находятся под жарким солнечным апрельским и далее майским солнышком и этот как раз период получается вот такая такой дискомфорт растения погибают что же тогда делать что сделать каким образом согреть почву но на такой глубине когда мы высаживаем деревья это сложно сделать в теплице проще что делать делать нужно дело осенью тем более что погода нам дает возможность высаживать растения в октябре месяце и у нас есть запас октябрь даже ноябрь есть запас для того чтобы сформировались новые корешочки которые как раз и зимой будут продолжать расти это касается плодовых деревьев но а для других растений сейчас посмотрим что можно сделать если же весной получили саженцы они маленькие и можно посадить в горшках то это лучше сделать в горшках здесь и быстрее прогревается земля можно регулировать температуру занося в теплице а если ночью допустим заходит циклон какой был в марте с минус 8 ночью и при ветре минус 11 то это растение можно легко перенести в горшки в теплое помещение где-то в сарай какой-то или же занести в теплицу таким образом можно сохранить и здесь продолжается работа корней корневая система формируется и затем когда почва уже прогреется можно будет высаживать но высаживать растения нужно тоже в определенные дни если посадить в водолеи в близнецах в стрельце то очень сложно будет плодовым растением плодовые растения яблони груши будут мучиться плохо будут расти но я подготовил как всегда шпаргалочку вот такую у каждого знака есть своей любимцы и у каждого растения есть свой покровитель и вот для сливы вишни абрикоса алычи очень хорошее время весов в стрельце можно высаживать виноград плетистые розы актинидию ежевику все то что плетется все лианы самые любимые мои дни козерог и телец здесь все виды растений можно высаживать причем весной конечно лучше всего высаживать на растущую луну но если периоды такие получаются что есть убывающая луна и это убывающая луна ближе к полнолунию то можно спокойно высаживать в этих знаках в любую в любое положение луны и так козерог все виды растений можно высаживать в рыбах смородина крыжовник малина земляника в тельце снова все виды растений в раке ирга калина облепиха рак любит эти растения и покровительствует им дева покровительствует только декоративным деревьям и кустарникам пробовала у меня была такая возможность попробовала высаживать плодовые к сожалению ничего не получилось оно зачахло и высохло то есть у нас есть вот так я полностью вот чтобы видно было можно записать себе есть определенные периоды когда можно высаживать определенные растения но что делать если сейчас вот осенью получили саженец и уже мороз и холодно саженцы можно прикапывать но при том прогнозе которые у нас дается и нам известен уже народные синоптики другие какие-то подсказки есть от природы подсказки зима будет нас радовать резкими перепадами температур поэтому лучше все-таки использовать вот этот же способ посадить в горшки в кадушке какие-то потому что прикопы при таких перепадах и при таких то дождь то сухо могут растение запретить и что-то где-то неправильно не вовремя сделали или же прикоп сделали во влажную погоду или же тот же прикоп сделали в знак в плохой знак допустим плодовые растения прикоп сделали водолеи это тоже очень плохой знак лучше уже действительно чуть-чуть землю поставить и подождать помещение какое-то занести какой-то даже мешок с корнями корни засыпать землей песком чуть-чуть увлажненным но затем выбрать хороший день и пересадить в горшки и пусть эти горшки пока находятся на улице если еще не сильные морозы но если сильные морозы то лучше эти горшки перенести в сухие хозяйственные помещения где зимой может 0 градусов будет но не больше минус 1 разные помещения есть но там где нет морозов можно эти растения вот в таких горшках сохранить мало того в этот период продолжается уже рост корней и весной когда разогреется почва можно будет высаживать эти растения спокойно когда почва теплая почечки уже будут готовы раскрыться растение сможет получать питательные вещества через новые корешки тогда растения будут очень хорошо расти и это можно сделать уже будет весной когда весна будет по-настоящему уже вступать свои права и мы будем спокойны что с растениями уже ничего не случится вот такой очень интересная важная тема и я думаю что вот эти подсказки примеры которые вот я использую и благодарю всех тех кто присылал мне фотографии свои сообщения что у них как раз вот были ранее получение саженцев в марте месяце и феврале кто-то где-то что-то получал или поздно уже почта и фирмы очень поздно справились со своими заказами поэтому легко и просто высаживать в горшки и создавать закрытую корневую систему который позволит потом растениям хорошо развиваться но и главное сохранить эти растения ведь они стоят далеко не одной и не две копейки и не две гривни это сейчас очень дорогостоящие удовольствия и хочется вот эти новинки хочется сад свой посадить новыми какими-то очень интересными селекционными новинками и даже просто теми же старыми растениями известными уже растениями которые очень любим поэтому мы обязательно должны использовать вот этот момент этот момент сохранение растений и уходить от того чтобы наши растения весной погибали поэтому вот такие варианты я уже использовала и благодарю тех кто мне уже прислал свои результаты социальных сетях у нас очень многие в разных странах вот этот метод использовали поэтому уже это апробировано и мы делимся этим опытом со всеми другими раиса горяченко желает вам радости счастья удачи мира и добра ваши дома ну и ну и ну